Приветствую вас, Анастасия. Я очень сочувствую вам вашей потери. То, что наказывают эмоции периодически. И вы думаете, что счастье для вас закрылось. Это нормально. Сейчас вы находитесь в состоянии горя. И это состояние горя в норме. Будет у вас год, если вы будете проживать это состояние. Если вы не будете проживать это состояние. Если вы будете его стараться подавить. То может все затянуться на большее количество времени. К сожалению. Поэтому. Очень важно. Чтобы вы имели это ввиду. Вот. Очень важно. Чтобы вы имели это ввиду. Вот этот момент, о котором я сейчас говорю вам. Потому что. А если. Ага. Вот. Вы не будете выплакивать это. Если вы не будете выражать, проживать свою боль. Вот. То ничего. Не поможет вам двигаться дальше. Двигаться вперед. Двигаться. Как бы. Несмотря на что. Вот. Постепенно. 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 Если вы будете репликовать кому-то, то очень важно это именно с кем-то делать. То есть это очень важно делать именно с кем-то, не одной, а кому-то. Выплакиваться кому-то. Это очень важно на самом деле. И если вы будете так поступать, ну в общем-то и целом ситуация будет складываться весьма-весьма неплохо. Если вы будете так поступать, если вы будете в таком ключе действовать. Но при этом, при этом, при этом важно понимать, что данная потеря, она скорее всего скрыла некоторые ваши проблемы. Почему, например, вам так невыносимо больно. Например, это чувство потери. Чувство потери, оно может быть связано не только с болью утраты, что нормально. Но чувство потери может быть связано еще и с тем, что вы что-то для себя теряете. Вы что-то, чего-то лишаетесь, условно говоря. Понимаете? И это всегда неприятно. Это всегда тяжело. Потому что пока человек рядом вам и в голову может даже не прийти, что человек вам что-то дает вам газ, что вы живете, живете совершенно спокойно. Вот. Поэтому лучше, чтобы вы можете сделать, помимо того, чтобы выплакивать горы и так далее. Лучше, что вы можете сделать, чем не рассчитывать сейчас, не работать, чем не заниматься. Если вы будете отвлекаться, то горы просто загоните вовнутрь и дольше будете проживать вам. Вот. Вот это замечательно, замечательно. А вот что, например, что давал вам брать? Ну просто вот что он вам давал, чтобы от него получал от своего брата. Если вы спросите об этом, если вы вот именно, ну, задаете себе такие вопросы, то вполне вероятно, что вы решили. Ответы вам позволят понять, что не хватает и что, может быть, нужно будет внести в вашу модель поведения. Что для вас будет, вероятно, непривычно, конечно, конечно, но тем не менее. Следующий важный момент – это восстановление связи с братом. То есть люди часто переживают из-за того, что не могут, ну, находиться в контакте с этим человеком, не могут с ним взаимодействоваться и общаться. А брат находится у вас в вашем сознании, его образ находится там. И потому, так, важно, чтобы вы этот образ обыскали, вот, чтобы вы его нашли, в себе нашли. И начали с ним взаимодействовать, конечно, чтобы это не переросло во что-то такое постоянное, да, чтобы это не стало. Под зависимостью и прочее. Важно, конечно, развивать и друг другие сферы. Важно прочувствовать, чего брат, например, хотел быть для вас, да. И да, можно было так, поэтому. И, и на самом деле, он, так, чтобы он стал, чтобы сказать, что он поставил лег лег. И, 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 вы видите, в этом, в этом? Мамо, выклап. Ванно-фигн-близ. Вау. О, я имею в виду. к своему брату становится ближе. Это не всегда может быть так очевидно, как на первый взгляд, но прислушиваясь к себе, я думаю, что вы сможете это сделать. Естественно, вам нужна помощь психолога, потому что самостоятельно справиться с этим достаточно тяжело, и если пытаться справиться с этим на постоянной основе, вот, то ничего хорошего из этого не видно там, как-то. Поэтому я рекомендовал бы вам обратиться к психологу, и вот потихонечку-потихонечку свою боль проживать, потихонечку-потихонечку находить в этой боли, да, какие-то, скажем так, возможности для роста, вот. Для лучшего понимания себя, для лучшего воплощения в себе образа своего брата, вот. И все это вполне реально сделать. Но самое главное сейчас это не зажимайте себя, я вот ни в коем случае не пытаюсь себя вращать, не пытаюсь, не пытаюсь себя как-то вот заставляться что-то делать, потому что вагненная внутрь боль, она вам, ну, как бы, абсолютно никакой пользы не принесет, вот. По крайней мере, так это видится мне. И так говорит профессионал, ну, так говорит психотерапия. То есть вот, с точки зрения психотерапии, это вот так. На этом все. Я надеюсь, что мой ответ был вам интересен. Я надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Я надеюсь, что вы сделаете для себя какие-то выводы. Я надеюсь, что дома пишите для размышлений и вы дадите мне обратных связь или моим коллегам для того, чтобы начать процесс психотерапии. Я желаю вам всего самого доброго. Я желаю вам сил не справляться с этой проблемой, потому что ничего, ничего хуже для себя вы сделать не можете. Вот то, чем будете пытаться справиться с данной проблематикой, да, пытаться загнать. Это в глубине, знаете, как вот некоторые люди делают, пытаются, что называется, на ногах что-то переживать, да. Это, как бы, крайне негативная и болезненная история для человека. Я уже молчу о том, сколько сил это вообще отнимает. Удачи вам. Всего самого доброго. Удачи вам. Удачи вам пока. Удачи вам пока.